Чемпионом должен быть тот, кто достойно себя ведет. Табир! Аллаху айбар! Я представляю Казахстан, я сюда зашел гордо, как казах. Человек родился в России, получил здесь образование, здесь тренировался. Даже в Оренбурге ему подарили квартиру. А он говорит, я представляю Казахстан. Да, я согласен. Я родился в России, я жил в России. Но сейчас я переехал в другую страну, где мне комфортно жить. Он что, меня предателем каким-то считает или еще что-то. Дивнич пусть в своем стеграме займется чем-то более полезным. Я здесь гад, все размажу каждого. Гроза мигрантов и общественный деятель Максим Дивнич возмутился позициями некоторых из бойцов России, которые выступили на минувшем турнире «Наше дело». Первым он прошелся по экс-бойцу UFC, уроженцу России Дамиру Исмогулову. Сейчас смотрел «Бои. Наше дело», где в главном бою бился Эдуард Вартанян и Дамир Исмогулов. С Дамиром у меня тоже был бой, очень давно в М1. Я не следил после этого за его карьерой. Слышал, что после он был в UFC. Но я сейчас, честно сказать, прозрел. Человек родился в России, получил здесь образование. Здесь тренировался, здесь его спонсировали и возили по сборам одни добрые люди. Даже в Оренбурге ему подарили квартиру, а он говорит «Я представляю Казахстан». Не получается ассимилироваться у людей, что бы вы им ни делали и ни давали. Кровь не вода, как говорится. Дамир Исмогулов и Эдуард Вартанян провели бой по К1, где решением большинства победу присудили львиному сердцу. Не стал исключением Тимурван Перматов, вышедший на бой с флагом Кыргызстана. Вот вам еще один пример интеграции. Тимурван Перматов родился и вырос в России. Гражданин России, учился в русской школе, жил среди русских. На бои выходит только с флагом Кыргызии. Барс утратил свой титул в бою против пурпурного дракона и отметился не самым спортивным поведением после поединка. Далее внимание Дивнича переместилось прямиком на крайний выпуск Хардкор ММА. Здесь уже досталось двойному чемпиону лиги Кариму Мадрахимову за его нативную рекламу миграционного агентства. Хардкор продолжает пробивать очередное дно. Что думаете об этом? Поддерживаете ли вы мнение Дивнича? Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в Ниши ММА. Субтитры сделал DimaTorzok